добрый день дорогие друзья формат новый формат наш зашел вот сегодня пятница давайте запишем еще один ролик время 10 утра подъехал гаражу уже два клиента стояну клиенты которым отдал батареи и давайте посмотрим какой будет какая будет сегодняшняя пятница и попробуем записать еще один ролик посмотрим что из этого получится а ты привез облизывает она чувствует и бесалки оближет 10 мешков картошки 10 мешков нет саш батарея не готова так что сегодня еще катайся да не укусит она до катайся я я тебе позвоню когда будет готова нету еще не набрала еще батарейки ты последний раз когда я обслуживал прошлом году перед зимой да ну вот саша основное вот и не перед зимой перед зимой ладно самая основное обслуживание должно производиться весной весной потому что на весной до батареи пустые они высажены и под капотом они у тебя не зарядится а вот эта сульфатация и стратификация она только закрепится на батареи поэтому желательно обслуживать все таки я если уже раз в год обслуживаю что лучше весной чем а после лета видишь она у тебя была обсухшая это на уазе у тебя стоит ну индикатору индикатор ну что она у тебя про саженая так батарейка 18 года ты вместе с глазом и как садится быстрее лепут в это сам сама если хорошая батарея он будет масок вазе какая разница ну я последний раз заводил колоду у меня еще там этот запуск барахли смысле запас барахли там этот разлетелась подсос кто подсос разлетелся тогда заводится на сколько хорошо подсаживать поставил свой подсаженный ты самому подсадил или подсадил немножко сам я уже сильно не стал сажать но я поставил свой аккумулятор который будет стоит почти с вольсваген реактор все там поменьше объем ну он реактор какого года какого 15 а 15 муж так этим это 75 батарея 660 ампер батарейка еще бодренькая да 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 сейчас проверю саш процент емкости 73 ты недавно снял его нет нет после того как ты сегодня она была на автомобиле они одни 5 стоит на так 98 562 ампера 562 1 дает напряжение 1267 1267 и сопротивление 491 так давай-ка глянем что у нас с плотностью чешера колеса намываешь на очень чисто плотно и она и не пытается колеса нам и раздавивающий раз стеклянный свариум метро пулять не везет мне на них так оба на это что такое у нас 127 батарея было где-то где-то в обслуживании плотность завышенный индикатор пиздец а ну да маленький уровень маленький уровень перемычки открытой поэтому тебя и плотность показывает так 127 запишу я с ней короче надо разобраться сделаю карту плотности потому как возможно в нее кто-то электролиту может ебанул может не его ну не знаю так номер телефона скажи свой 705 989 0468 68 опять блять в уши до так как зовут но я позвоню как будет обслуживание ну я еще раз говорю я позвоню когда будет батарея будет готова по зоне увидишь пропущены перезвонишь в районе трех тысяч случайно заряд веду на продажу совет нет нет я когда взял зарядку я не хотел брать но я взял китайская из которой она подзарядки положил поставил и скажу наблюдаю полца проходит труба на горячий утром встал пока не за что так что ребята начал не традиционного отвара яиц правых и решил пропылесосить вот два клиента один за другим так и на улице нас ждет двенашка который мы делали генератор сейчас выйдем и проведем диагностику сколько выдает наша работа заменил ему коллектор подшипники зео ревизию и центральный 30 вывод сейчас пойдем замерим ну уже видим нрц 1325 то что зарядка шва не так не так как ты 12 12 вольтами давай заведем ну как пешки но красота смотри это не больше 14 лет оптимальная зарядка и будем надеяться самое главное не просаживай батарею следи за индикатором и как мы с тобой договорились после первых морозов еще раз подвези подвези потому что электролит еще не полностью перемешан надо будет еще один цикл сделать заряд перед этим надо пойти сейчас поездишь возможно стратификация она и уйдет потому что все необходимые процедуры я сделал все давай удачи удачи чё шарика подшипник так у меня бордельера вчера привезли кусок не кусок а два куска говна блять просто 2 килограмма грязи на еду так вот они стоят ну давайте сделаем небольшую пробежку по нашим заказам посмотрим какие батарейки у нас готовы с какими еще предстоит поработать сегодня начнем с барщиков у барщики неплохо пошли уже 120 копейки блять попал другое приходится к нему опять раздаю свой стеклянный ареометр блять так у нас эта батарейка отстает и она берет побольше но сегодня еще придется с ними пока пашется вот такая плотность была и вот такие параметры батареек он такая же плотность такие параметры работаю с ними на вымпель так это у нас что и избежка и избежка довольно таки умотанная хоть и не старая батарейки два с половиной года но батарею видимо перри был перезаряд пересла на так и оперный театр плотность еще пока мы не видим а нет блин не про эту эту батарейку эту и ввешку вчера мне только привезли поэтому ничего удивительного что она пустая я с ней вчера заряжаем в один начал заряжать в один прогон ну а надо гребла до 15 4 вольт так давайте подключим ее сразу в работу вот на 3 31 ампера и будем разгонять до напряжения окончания заряда так теперь вот александр который кайнар 580 ампер ну что касаемо этой батареи у дяденьки свое зарядное устройство и иногда он этим зарядным устройством пользуется но я не против подзарядов но дело в том что батарею тоже привезли плотность 124 при маленьком уровне то есть когда дали водички плотность была порядка также включаем зарядник и будем разгонять батарею донос батарея кстати неплохо разгоняется но сульфат и туго отписают так что у нас это титаник нажимать так это у меня вчера неплохо по работам и батарея готовы и этот попробок у меня немножко на и будет он показывает на точку меньше и вот сейчас у нас 127 на самом деле здесь 128 рефрактометру так что эту батарейку мы отдаем отдаем вот у нас еще один вот она еще одна юбишка так это 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 юбишка это юбишка у нас вот это вот как раз и бывал мотаная плотность 126 126 на здесь чуть побольше но с этой юбишка мы сегодня еще проведем заключительный цикл подключаем зарядник так это у нас левый на и включаем об она нет контакта а и и пермитеатр не левая правая блять ставим 3 ампера и разгоняем дальше так эту батарейку привезли мне плотность 124 мужчина полчаса меня пытал как как я мог ее разведить что ему можно было ответить сидели гадали вместе а ну вот вчера вчера поработал буквально полдня и как видим плотность обнимав отличная плотность утверждает это когда плотность очень быстро набирает это свидетельство того что батарея была разряжена быстро и дяденька хоть и морщил лоб но прекрасно знает как это у него получилось либо свет забыл выключить блять я сам забываю выключать либо балдел под музыку в этом я сомневаюсь хотя у него утечка ну буквально 0 1 ампер так вот эта батарея с этой батарейкой я работаю сегодня будет второй день также плотность был 122 но увидим плотность 11 24 марсик будем его так он стоит на китайце и сейчас будем перекидывать на вымпел 02 ампера едем дальше видим дальше так вот эту батарейку привезли абсолютно пустую абсолютно высаженную вот такие параметры 7 процентов по суху 0 заряда и 11 с половиной вольт на батарейки было вчера привезли сколько и часов в три в четыре наверно дня и ночь батарея простояла то плотность было 105 эта батарея простояла с математикой туго сами если кто сможет посчитать сейчас время полуодинства с четырех дня на китайцы значит разогнал в начале до 13 вольт питью процентами и на максималку но сейчас еще пару часиков постоит на абсорбации и будем перекидывать на вымпелок для эквализащен так сюда нас этой батареи работаю третий день все батарея готовы буду звонить у клиента моя оборотная батарея вот как замечательно привезут мне оборотную батарею с нет с обраткой она уже у меня привезут оборотную батарею забор оборотными батареями у меня чуть ли не очередь осталось после зимы у меня раз два и так 5 обычно набираю до 10 но было время что и двое 15 обороток но 15 не набираются клиентов правило в этом году то может еще и наберется так ну что друзья закидываю отварить надо сегодня левые или правые уговорить правая творю парочку правых отварю и надо позавтракать я завтракаю на работе чудо дома не гремит посуда не слоняться не шугать близких так занимаемся кулинарией раф 4 у вас вас половина литра 75 батарея встает вам встает но не вся получается окон который скрытый не влазит чуть-чуть подлиннее а который торчат азиаты есть да да есть вот тут возьмите окон на только купите привезите его на первичное обслуживание потому как как о мы очень долго стоят на приватке как правило они уже так меньше у него пусковой топ меньше самый мощный там турок да не надо вам турок но я не знаю при ссср турецкие были но они на порядок дороже стоят зачем они принципе то же самое сколько это 53 например на этот ряд а всем спят хотели все три семьдесят пятый ряд хотели его нету он прямого прямом не обратно на нас для обратно сколько на азиате семьдесят пятая азиат сколько там шестьсот пять шестьсот двадцать тебе я согласен просто там все за глаза хватит там 720 на турки на корейцы на 720 нужно тут но они на десятку не дороже традиция то вообще вы чё посоветуете или о ком или или о ком просто о ком берите о ком азиат привозить и мы с ним поработали пирожок выставить в окошко если заберет человек пирожок с теплой рукой скорому замужеству а если посмотри с этой вот еще можно что-нибудь сделать но она еще нормально но ты точил в том году это сваячок помер кума говорит попили там дрова я пришел одну кончил там в ноль ну пиздец только выкинуть а этот на пиле стоял посмотрел вроде еще можно чем не надо снищим до плечу сделать после 1 хорошо влага оставь сюда все-таки а чё не стали прошлогодний разряжен про прошлогодние декабрь 21 пятьдесят пять тысяч четыреста но здесь 720 ампер паса и стандарт другой и он 720 это где-то соответствует 650 и по иену примерно так ну давайте посмотрим соответствует ли это батарейка заявленным параметрам сделано конечно красиво батара нет но стоимость 1600 чё таком блин так он потеряет своих клиентов цена заворачивает он паса и блядь 20 ну вот смотри 75 процентов я говорю вот эти бля корейцы все красноимейцы они не вытягивают параметры вроде она заряженность но 75 процентов паса и 627 выдает не вытягивают батарейки январь этого года за 10 месяцев но оставляйте позвоните или приехать так завтра вы утром приедешь до завтра блядь я параметры записал сейчас еще бывать за не сделаем 85 батарея ну две с половиной тысячи возьму 25 батарея ну две с половиной тысячи возьмем так 75 75 98 626 Напряжение 12 71 Сопротивление 4 79 Они хотя бы соответствуют заявленным параметрам Здесь вот, ну, зачастую пиздеж Ну ладно, конечно, ладно Я же тогда реактор взял конец года Ты шла, что его на 5-й выбрал Ну, конец, 3 месяца, которые не надо брать Октябрь, ноябрь, декабрь Это батареи идут недоформованные Это на всех, практически на всех заводах Начиная, стоит брать Начиная с февраля и по сентябрь Когда массовой продажи нет Как только начинается массовая продажа Вот именно в эти месяцы Заводы Нет, просто это там Декабрь, 21-го года А, декабрь, 21-го года А, все понятно Правильно сделали Что-то Ага, все понятно Ладненько Давайте До свидания Ну За такие деньги, конечно Можно было взять кайнар, который бы стоил 35 тысяч Это мое личное мнение И в нем такая, точно такая же энергия, как и в этом 720 Вот корейцы Многие производители, честно говоря, укают И батарейки не соответствуют тому, что здесь На этой этикетке заявлено Ну, 626 Это пасая Ну что Будем Эту батарейку Качать Вот сейчас поставлю его на синенький Анджинг Китаец И посмотрим В принципе Анджинг Должен справиться На автомате Вчера под вечером В конце рабочего дня Начал Работать С этим аккумулятором С пайкой Но электролит Который оставался В этой батарее Не давал качественно пропаять Вот я наложил ладку А в этом месте Электролит Не давал Не давал запаять Паять Вот этой станции Паяльной И сейчас На ночь Оставим Чтобы этот электролит Выкопал Выкопал Скапал На тряпочку На эту Сейчас Тряпочку мы выкинем Она вся пропитана Электролитом И надеюсь Сегодня у меня получится Залатать Эту батарейку И Начнем работать С ней Дальше Так вот твоя А мы мерили Нет Не мерили Но сейчас Замерим Что у тебя У тебя Вещь накопленный Разряд был Поэтому Не было плотности Так Это у нас Пятьсот Пятьдесятая батарейка Так Пятьсот Здесь у нас Девяносто восемь Здесь у тебя Она Только за счет Поверхностного напряжения Так как ты ездил Так И Пусковой топ Четыреста Семьдесят Четыре Было Четыреста Три НСЦ Двенадцать Двенадцать Восемьдесят Три После отстоя Здесь у нас Двенадцать Шестьдесят Было Ты ее Тот С машины Сняла Привез Ну вот Видишь И Двенадцать Восемьдесят Три Сопротивление Пять Восемьдесят Два Было Шесть Восемьдесят Шесть И Плотность Другую банку Открываем Один Двадцать Восемь Ты у меня Бравооборотный Или на своей Ты ездил Ты не Бравооборотный Нет Браво Нет Я Думал Не могу Вспомнить У кого Еще Одно Оборотное Батарейки Так Где Моя Закрутка Ты на На этой машине Будет стоять Ты Сейчас Прямо Поставишь Давай Поставь И мы Сразу Замерим Твою Зарядочку Чтобы Знать Ключ Зажигание Вытащил И Включил А Магнитофон Да Ну вот это Тимур От этого Надо тебе Избавиться Сделай Через ключ Зажигания Чтоб В штатном Режиме У тебя По Любому Будет Если Не Буфер То Магнитола Она Будет Выкачивать Машина Стоит А у Тебя За счет Поразительной Нагрузки За счет Утечки Батарея Будет Высаживаться И вот Такая Коляска У тебя Будет Блиться До Тех Пор Пока Ты Не Избавишься От Оз Залетел И ты Привез Собой К Алексею Заясь В пятый Кооператив Либо В этот Клен Ну Электрик Кто Занимается Магнитолами Скажи Чтобы Вот Эти Два Провода Красный Желтый Их Раскидали По Штатным Местам Они Знают Там В крайнем Случае Если Не знают На Магнитоле Схема Нарисована На Всех Вытащат Магнитолу Подключит И Чтоб Больше Вот Таких Просадок У тебя Не было Потому что У тебя Не было Плутности Соответственно Не было Батареи Заряда Но Батарея Так У тебя Девятка Пятнашка Но Пятнашка По идее Минус Двадцать Должна Уверенно Заводиться Эджектор Минус Должна Уверенно Заводиться И В Будет Температура Ниже Побереги Батарею Заноси Домой Зиму Переживешь Я не думаю Что всю Зиму У нас Будет Ниже Минус Двадцати Ну Несколько Дней Можно И Бог Дас Она Еще У тебя Поработает Так Ну Все Забирай Так А мы Я тебе Не говорил Цену Да Ну Трешку На Карту Так Ну Пока Суть Додела Запаял Так Пропаял Пришлось Два Слоя Ложить Дело В том Что Вот Неизвестно Чем Они Паяли Клиенту Вот Эту Хрень Пришлось Отколупывать Отшкребать Так Ну Что У нас Здесь Блять Херачит Да Ее Пермитеатр Так Видно Что Видно Что Низ У нас На низ Надо будет Накладывать Еще Свой Ладненько Хорошо Что Вовремя Заметил Вот Он Электролит Не прилегает Сейчас Углом Навожу Заплаточку Не хочет Припаиваться В том Месте Где Идет Протекание Электролита И Припой Не ляжет Поэтому Приходится Плохо Когда Привозят После Того Как Сами Ремонтировали Толком Не видно Где Отверстия Где Вот эти Пробоины И Поэтому Методом Научного Тыка Приходится Вот Такую Хуйню Заниматься Так Ладненько Пойдем Сейчас Замерим Тимуру Зарядочку И Продолжим Нашу Пятницу Продолжим 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 Продолжение следует